Как Самаре удалось выдержать два крестьянских восстания и несколько нападений кочевников? Макет в масштабе 1 к 500 позволяет представить не только, как выглядел город несколько веков назад, но и оценить его ландшафт того времени. Макет стал результатом объединения трех базовых точек зрения – историков, архитекторов и археологов. С точки зрения архитектуры, стыковка крепости с другими городами, целесообразность того или иного элемента крепости, технологии его постройки и так далее. С точки зрения археологии, точные места привязок, они известны, они доказаны, поэтому здесь ошибиться очень трудно. В процессе создания историки опирались на работы архитектора Гурьянова. Именно он точно установил место Самарской крепости. Макет сделан мобильным, историки планируют привозить его в школы и проводить для детей экскурсы в самарскую историю. Главная задумка этого макета – сделать его мобильным и сделать возможным возить его по школам, представляя и показывая школьникам, и одновременно рассказывая о Самарской крепости и о ее устройстве, глядя на… показывая на этот макет. Это главная задумка. На традиционных краеведческих лекциях в Самарской газете слушателей становится все больше. Идея явно пришлась горожанам по душе. С тех пор, как я закончила курсы экскурсоводов, интерес только обострился. И поэтому сейчас узнаю все новые и новые подробности. И вырисовывается такая картина мира, родного города, ранее мне незнакомая. Освоив технологию макетирования, историки подготовили еще два экскурса. Самара космическая, включающая в себя макет трех ракет, и парад 7 ноября 1941 года, который будет состоять из 23 моделей. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.